Обучение и стажировка за счет государства Министерства труда занятости иммиграционной политики. Самарской области проводят дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Один из наиболее активных участников ООО «Кузнецов». Завод реализует масштабные проекты, для которых нужны рабочие руки. Как идет подготовка, увидел Олег Зверев. Они не мечтали строить ракеты, но оказались новобранцами в авиационно-космической отрасли. Возможность получить новую профессию им предоставили на моторостроительном предприятии «Кузнецов». Завод стремительно наращивает производство, и скоро ему понадобятся сотни новых рабочих рук. Токаря, фрезеровщики, сборщики. Сергей Афонин выбрал специальность слесаря-инструментальщика и стабильность, которая гарантирует хорошо известный на безымянке завод. Тут стабильная заработная плата, оплата больничных. Все организовано, качественно, целый комплекс предметов, которые подготовлют меня как рабочего специалиста. Для данной профессии. В учебном центре Кузнецова подготовку проходят десятки будущих сотрудников, причем научить смогут даже тех, кто никогда ранее не работал по этим специальностям. Во время обучения предусмотрена зарплата. Предприятие включилось в программу опережающего обучения, по которой затраты на подготовку рабочих компенсируются из бюджета. Как реализуются мероприятия, сегодня оценили специалисты Роструда и регионального министерства. На Кузнецове подготовка идет по двум направлениям. Это обучение рабочих с нуля, повышение квалификации тех, кто уже занят на производстве. Сейчас у завода очень большие программы, очень большие заказы. Это требует профессиональных кадров. И те поступающие оборудования, которые мы приобретаем, требуют очень квалифицированных, что называется, даже это рабочие профессии. Но сейчас так прогресс быстро шагает вперед, что эти рабочие сегодня выполняют уже функции инженерные. Кадры, как всегда, решают все. В нынешних условиях это рабочие способны трудиться на сложном оборудовании с числовым программным управлением. И от их квалификации зависит, как скоро самолеты и ракеты полетят на новых самарских двигателях. Олег Зверев, Алексей Гриньев, Новости губернии.